Привет, я Александра, это «Минута» с налоговым консультантом. Сегодня мы разгадываем налоговую загадку. Представим себе, что налогоплательщик на общей системе, неважно сейчас компания или предприниматель, работает в четвертом квартале 2021 года. И в четвертом же квартале он превышает миллион облагаемых операций, в связи с чем у него появляется обязанность регистрации плательщика НДС. Но вместо того, чтобы подать заявление на регистрацию плательщика НДС, он подает заявление на переход на упрощенную систему налогообложения с 1 января следующего года. Правомерно ли он будет использовать упрощенную систему или он изначально нарушил требования Налогового кодекса Украины? Это налоговый ребус, поскольку формально на упрощенную систему налогообложения может перейти субъект, который соответствует критериям, в том числе критериям по объему дохода для единого налога. Миллион облагаемых операций это точно допустимый критерий. То есть если вы не превысили сумму, например, 5 миллионов или 7 миллионов, то у вас есть все правовые основания перейти с 1 января именно на единый налог, а не на форму общую систему плюс НДС. То есть в принципе такая лазейка существует. Поэтому мы ковыряли эту тему. Мне кажется, не должно быть проблем. В частности, налоговый риск какой? Если вы превышаете объемы выручки, объемы облагаемых операций, например, в октябре, то формально до 10 ноября вы должны подать заявление и с 1 декабря стать платящиком НДС. Но вы этого, например, не делаете и переходите с января на единый налог. Интересная уловка. В принципе, нам не встречалась практика проверок по понятной причине. Плательщики единого налога, они как бы ходят мимо проверок очень часто. Но мне кажется, с точки зрения налогового законодательства ошибки не будет и нет оснований платящику единого налога, например, доначислять объемы НДС на всю реализацию. Поскольку, в принципе, соблюдение критерия для единого налога было выполнено. Но если вы видите в этом проблему, не делайте так, конечно. У нас на этом все. Всего хорошего. Пока.